Твой тамошний герой полный комплексов. Человек, который всегда пытается разобраться как будто с самим собой и непонятно с кем борется. И ты мне сейчас вот это тоже говоришь про эти... И важно ли бы тебе было высказаться на эту тему? Да. Знаешь, я работал когда со своим психологом, мы как-то для себя определили, что, наверное, это страх быть хорошим мальчиком. Комплекс быть хорошим мальчиком для всех. Нравится. Я думаю, что, наверное, это больше. Причем это и в личной жизни, и в профессиональной, и в такой как бы дружеской, такой, что называется, бытовой. Быть таким хорошим мальчиком понравится. Не обидеть. Правильно все сделать. Правильно все сделать, да. Вот какая-то такая некая попытка какого-то идеального пространства вокруг себя и очень остро и болезненно реагирующая, если вдруг твоя идеальная конструкция начинает рушиться. и это приводит, на самом деле, к очень серьезным ошибкам, к очень серьезным последствиям. Когда ты, тебе кажется, что ты боишься, что ты должен совершить, условно говоря, вот такой поступок, но тебя это сделает плохим. тебя это сделает, хотя на самом деле надо, хотя на самом деле ты потом это сделаешь, но последствия будут гораздо, гораздо хуже для всех. И вот тогда действительно сделаешь больно. И у меня такое было. К сожалению. Боже мой! Кто это? Так, тихо! 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 Посоветуй перехвахера! Тихо! Тихо! Ты знаешь, меня в детстве брат называл ободок. Меня почему-то так стригли, вот так, на? Вот так вот. Ты знаешь, я в 17 лет, я ощущал себя не так, как я выгляжал тогда. Мне казалось, что я взрослый, умудренный опытом человек. Да, в кардигане. Которому много чего есть рассказать. Студентам этим, с паклами и с гитарами. Спасибо.